Всем привет! Меня зовут Кристина и добро пожаловать на мой канал. В этом видео у меня педикюр на достаточно сложных ножках. Они уже не раз были на моем канале. Это моя работа. Я также снимала ее на видео. Здесь покрытию примерно 2 месяца, но клиентка убирала у меня сама длину, потому что ногти растут уже очень быстро. Они у нее твердые и конечно же ей мешают. Поэтому вы сейчас можете видеть совершенно неровную форму. Начинаю я дезинфекцию ножек клиента и после этого с помощью керамической фризы кукуруза с синей насечкой начинаю снимать старое покрытие. Каждый раз повторяю, что на ножках я не делаю никакого выравнивания ни базы, ни топом. Слой здесь достаточно тонкий, поэтому снимать нужно осторожно, для того чтобы не перепилить ногтевую пластину. Работаю в педикюре я на оборотах меньше, чем в маникюре. Если в маникюре я снимаю покрытие примерно на 25-30 тысячах оборотов, то здесь я работаю примерно на 15, ну может быть 20-18 тысячах оборотов. Не устану повторять, что в педикюре самая лучшая для меня фриза это корундовая. Она прекрасно приподнимает кутикулу. В данном случае у нас тонкая налипшая кутикула, поэтому без корундовой фризы чистого педикюра здесь не получится. Это и так для меня достаточно сложные ножки, я не всегда могу с ними справиться на все 100%, но я вычищаю только то, что мне будет видно. Иначе у клиентки могут появиться какие-нибудь болезненные ощущения, потому что здесь совсем нет подкутикульного пространства даже миллиметра. Также кутикула достаточно толстая, но в то же время тонкая и сухая. Когда ее начинаешь срезать, то видно уже красный кантик, как сейчас на большом пальчике, хотя я кутикулу еще не срезала. Я решила доработать птериги с помощью фризы. Это у меня большая такая пузатая капля с красной насечкой работаю. Я здесь примерно на 10-12 тысячах оборотов с переключением реверса. Под одним из прошлых видео на данных ножках меня спросили, в чем же здесь сложность. У меня складывается ощущение, что никто никогда не работал с очень тонкой кутикулой, где близко расположены капилляры, и одно неверное движение может привести к болезненным ощущениям клиента. Решила я вам показать, как я делаю аппаратную обработку пальчиков и стоп на данной модели. Вообще, в целом, это очень сложный процесс для съемки, его не всегда удобно показать. Использую я вот такой бочонок. Это у меня специальная насадка, которая есть в самых бюджетных наборах фрез. Я думаю, он был у каждого вместе с аппаратом. Так вот, именно эти фрезы я использую для педикюра. Мне очень удобно, фрезу можно порастерилизовать. Эти насадки имеют достаточно грубый абразив, поэтому в педикюре подходят идеально. Не знала, как вам снять стопу, здесь есть где зачистить и на пальчиках, и на стопе, и на плюсовой части стопы. Поэтому здесь работы достаточно много, особенно если клиентка не приходит ко мне вовремя на педикюр. Если требуется видео с подробной обработкой стоп на данной модели, то обязательно напишите об этом в комментариях, и я сниму отдельное видео на данную тему. После размачивания я аккуратно кюреткой проверила, есть ли у нас вросшие углы, их у нас не оказалось. Прочистила всю огрубевшую кожу под ногтевой пластиной, и теперь приступила к форме. Здесь ногти очень плотные и твердые, поэтому без размачивания их запилить достаточно сложно. Вы сейчас видели, как мне клиентка показывала, где ей мешает уголок, и я его хорошо спилила. Если бы я этого не сделала, то она это сама сделала, когда пришла бы домой. Поэтому я считаю, что форма может быть не всегда идеальная, если это устраивает клиента, но зато будет удобно, а самое главное безопасно. С помощью кусачек я делаю срез, работаю здесь очень маленькими шажками, стараюсь сделать тонкий, но аккуратный срез. Здесь кутикула, повторюсь еще раз, очень тонкая, поэтому перерезать, и чтобы прошла кровь, здесь просто одно неверное движение. Обезжириваю, и педикюр готов. Для покрытия я буду использовать комфорт-базу и топ глянцевый безлипкого слоя от Тенеил, герлак от Элит 99, номер 1452, герлак от Лимук, номер 166, это блестки красного цвета на обычной прозрачной подложке, также мне понадобится тонкая кисть. Я аккуратно надела разделители на пальчики своего клиента и теперь начинаю наносить базу. Обязательно наношу базу тонким слоем по всей поверхности ногтевой пластины. Сначала сушу один большой пальчик, отдельно от всех, затем уже работаю по два пальчика. Важно сделать тонкий слой базы, но не втаптывающий, для того, чтобы у нас покрытие хорошо носилось. Моя клиентка хотела сделать однотонное красное покрытие, но я ее опять же уговорила на какой-нибудь микродизайн. На первом слое я прокрашиваю сразу все пять пальчиков, делаю тонкий аккуратный слой, не сильно заморачиваюсь под кутикульным пространством и у боковых валиков, а вот уже на втором слое я работаю по одному пальчику и тонкой кисточкой, помогаю себе подровнять материал поближе к кутикуле и к боковым валикам. На данной клиентке кажется, что к кутикуле я совершенно материал не пододвинула, но у нее очень сильно кожа настилается на ноготок, и поэтому я делаю прямо максимум. Куда можно пододвинуть материал, дальше уже будет затек и будет некрасиво. Поэтому я делаю очень аккуратную окантовку, для того, чтобы при отрастании все смотрелось аккуратно. В качестве микродизайна я решила выбрать вот такие блестки, еще ни разу их ни на ком не тестировала, только на Типси, заказывала их на Алиэкспресс. Очень продает элегантный блеск, никаких излишек нет, но пробовала я данный герлак только пока что на таком красном оттенке. Не знаю, будет ли красиво попробовать на каком-то другом цвете, наверное, нужно протестировать, как считаете. Герлак с блестками я нанесла сразу на все пять пальчиков, его не подгоняла к кутикуле, нанесла его максимально близко. В целом это очень хорошо подходит для педикюра в качестве дизайна. После просушки перекрываю топом, топ у меня без липкого слоя, глянцевый, сушу по одному пальчику. Хочу вас пригласить в свой инстаграм, в котором очень много полезных постов, а также мастер-классов по легким и простым дизайнам. Также я создала свою группу, закрытый чат активности, в которой вы можете кидать фотографии или свои посты и получать обратную связь, то есть лайки, ну и задавать все интересующие вас вопросы. Вот такой красивый педикюр у нас получился, надеюсь это видео было вам полезно и интересно, поддержите меня лайком и напишите комментарий. Ну и конечно же подпишитесь на мой канал. Пока-пока!